Привет, народ, с вами Фенаргот. Вот и выпуск Королей Фэнтези с прогнозом на третий игровой день Интернешнала. По результатам первого игрового дня мне не хватило половины процента до самой высокой награды. Эх, ну что поделать. Там были максимально непредсказуемые результаты от LGD, которые сегодня, кстати, собрались и всех вынесли. У Бэтбум пока все очень плохо, они на грани вылета, а вот те, кто в первый день завозили Фэнтези, за некоторыми исключениями, сегодня завезли меньше. По результатам сегодняшнего игрового дня я набрал 177 очков Фэнтези. Это меньше, чем вчера, но сегодня и верхний порог будет ниже примерно баллов на 15-20, не говоря о том, что в топ состав дня попали не самые пикаемые игроки. Потери составили 41 балл. Смею предположить, что топ 10% начнется со 170 очков, но посмотрим, может я буду неправ. Нам нужно готовить прогноз на завтра, а следовательно с вас лайки, подписки и колокольчики. Ну и не забывайте про розыгрыш бандлов по ссылке в описании. Кстати, в телеге я вновь запустил крутую акцию, где вы сможете угадать мой пик на следующий день. Тот, кто угадает первый, получит бабки на стим. Залетайте. Прежде чем мы перейдем к статистике, отвечу на самые насущные вопросы из последних роликов. Сундук за фэнтези получить нельзя, просто в клиенте не обновили описание фэнтези лиги, а потому там пишут про сундуки, как и про то, что это не интернешнл, а мейджор. Максимум можно получить полтора уровня в день. Распылять карточки игроков мы будем после вылета коллективов. Звездочка у никнейма означает, что игрок сыграет три партии, а не две, а следовательно будет иметь больше шансов на большее количество очков. В Valve подсчитывают результаты позже обычного и могут выдать награды аж на следующий день. Что же, давайте перейдем к статистике на завтра. Завтра три встречи будет у десяти коллективов. Это Evil Geniuses, Bad Boom, Team Liquid, OG, Royal Never Give Up, Hakori, PSG LGD, Boom, Sonics и Gladiators. Взглянем на игроков основы. Лучший тут гост из RNG, у которого будет три встречи. Далее идет Скиттер, Монет, Пака и Тора. У RNG будет три встречи, две из которых потные, против PSG и EG. Поэтому госта точно стоит брать. А вот второго я ему доберу Амы. Сейчас объясню почему. Хоть у него и ниже средний балл, чем у многих остальных, связано это с тем, что в первый игровой день команда вообще не играла толком. У них было две ничьи и одно поражение. Сегодня они собрались и тут же завезли две победы. Завтра им играть против Boom, Glad'ов и RNG, так что я ставлю Ами и считаю, что он завезет нормально. Из альтернатив могу предложить Моне или Пака. У них могут быть затяжные катки. Мидеры. Вот тут много тех, кто сыграет три встречи. На первом месте до сих пор Сомнус, которого я и возьму. Далее уже идет Епай, Даркмага, БЗМ, Мики и так далее. Если нет Сомнуса, я бы обратил внимание на БЗМа, а потом на Епая. Они стабильно приносят очки. Ну и саппорты. Тут тоже много звездочек. Тимс на первом месте, но я пока не хочу его брать по причине того, что в отличии от первого дня, где он завозил очки сегодня, они со скемом будто поменялись местами. Потому что с кем сегодня завез больше. Почему так? Я же скемы ставил на первый день. Поэтому я пока не буду трогать саппортов в Boom и возьму себе Икснову и Тайгу, у которых будет также по три встречи. Если у вас их нет, советую рассмотреть Инсению и Фату. В итоге состав у меня получился следующий. Ами и Гост на позиции основы, Сомнус на Миду и Икснова с Тайгой на саппортах. Поэтому я хочу поздравить Синего Джина, ибо он первый угадал мой пик. Кстати, это заняло немало времени. Около 10 минут люди перебирали свои варианты. Не пропустите сегодня еще ролик с прогнозами на завтрашние матчи. Ну и не забывайте про розыгрыш бандлов. С вами был Фенаргот и до скорых встреч.